Всем привет! Сегодня у нас будет урок по эдиту и сегодня я отвечу на два вопроса из YouTube. Эти вопросы связаны друг с другом, поэтому мы соединяем вместе. Итак, первый вопрос был такой, давно уже был задан. Здравствуйте! Возможно ли в будущем увидеть урок по склейке страниц? По склейке страниц я в одном видео что-то поболтала про склейку страниц и тогда я имела ввиду, что у нас все страницы готовы, у нас готовый перевод, готовый клин, готовый тайп, готовый играет, у нас все готово, все прекрасно, каждая страничка отдельно есть и нам вот это все дело нужно залить на читалку, на какую-либо читалочку. И там у каждой читалки есть свои какие-то требования. Допустим, одна читалка требует, чтобы картинки были не больше, допустим, 5 мегабайт, другая читалка требует, чтобы мы все это дело сохранили в формате PNG, другая в формате JPEG, либо еще какие-то такие форматы. Другая читалка может потребовать, чтобы мы все это дело в один архив запихали. Вот этот процесс, то есть сохранение в нужный формат, плюс в нужный архив, так сказать, сделать, это я имела ввиду под склейкой страниц. Но потом появился вопрос вот такого плана, как можно разместить много скринов манги на одну большую длинную страницу. Я так подумала и решила, что все-таки под склейкой страниц, вот имеет, должно быть, иметься ввиду как раз-таки вот это, да, то есть соединять, разместить много скринов на один, на одну длинную страницу. Вот это должна быть склейка страниц. А то, что я до этого имела ввиду, это у нас скрепление страниц. Я посмотрела специальную терминологию типографики, это называется скрепление. То есть, когда у нас все листы готовы, они уже все вырезаны, осталось просто их взять и склеить друг с другом, и чтобы получилась какая-то книжка, получилась такая целенькая. Это у нас будет скрепление страниц, то есть от ныне я это буду называть скрепление страниц. Я даже то видео, которое там записала до этого, я его, видимо, переименую как-то будет у меня не склеивание страниц, а именно скрепление. Вот, а под склейками страниц у нас все-таки будет иметься ввиду вот именно вот это, то, что здесь у нас спрашивались. Здесь у нас есть два варианта. Первый вариант, который здесь вот человек спрашивает, как раз-таки длинную страницу. Это у нас, скорее всего, имеется в виду веб-манга, там, где мы включаем страницу какую-то и крутим, крутим, мышкой колесиком, крутим и у нас прокручивается такая картинка всё ниже, 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 и вся история как бы столбцом одним таким длиннющим идёт. Так вот. Есть... Ну, короче, у нас есть один проект, давно мы его делали уже вместе с командой, которая сейчас называется Кроманная Галактика. Это проект «Секрет Кагуи». В японской читалке каждая страничка выглядела таким вот образом. Она у нас по размеру не выше 2000 пикселей. Только последняя картинка, она у нас поменьше немножко, потому что она как бы последний кусочек, остаток остаётся. А все остальные, они разделены на вот такие вот кусочки, на такие сегменты. Бывает такое, что на японских читалках оно разделено даже очень некрасиво, да. Но на японских читалках там такая система, что вы, когда загружаете страницу этой манги, у вас всё равно один длиннющий столб получается. Этот длиннющий столб произойдён на много частей различных, да. Но всё равно вы видите один сплошной этот лист и вот эти вот всякие переходы, вот эти обрезания, да. Вы их не замечаете. В русском же варианте, я по крайней мере ещё, ну в русских читалках, я ещё пока что не увидела такой вариант, чтобы тоже мы могли отдельными такими маленькими секциями загружать картинки, чтобы она была как бы красиво, так вот выглядела всё равно. Почему? Потому что в основном наши читалки, они похожи на обычную книжку, которую просто перелистываем. То есть одна страница, листнули, другая страница. И поэтому нам приходится вот этот вот столб огромный, делать самим. Но, прежде чем перейдём к склеиванию вот этого, как делать такой огромный столб, я хочу ещё добавить парочку слов, почему вообще делаем мы, ну, будем стараться делать не один огромнейший столб, а всё-таки несколько столбиков. Здесь, допустим, мы сделали три столбика, и я думаю, всё-таки надо было сделать побольше этих столбиков, может быть там пять, может быть шесть. И почему мы так будем делать? Потому что будет так гораздо меньше весить файлик. То есть, допустим, вот этот столбик у нас весит почти что один мегабайт он весит, то есть восемьсот восемь килобайт. Это довольно-таки огромная, объёмная картинка. И если у вас плохой, если у читателя плохой интернет, то, возможно, эта картинка просто-напросто у него не прогрузится вообще. То есть он будет ждать, 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 а картинка не прогружается, и беда некрасивая. Ну, вообще так не получается. Допустим, у меня на телефоне есть читалка, называется она Тачи Йоми, и бывает такое, что я там вебмангу нахожу, а она у меня не прогружается, она как бы в таком плохом формате, то есть как бы понятно, что она должна полностью прогрузиться, но пока она прогрузится, то куча времени пройдёт. Потом бывает такое, что она не прогружается, пусть она застревает на каком-то моменте, и просто в каком-то, ну, половина картинки выглядит как-то нормально, а низ он не прогрузился до конца, и он, ну, качество хреновое, там читать невозможно получается. Поэтому, когда вы будете создавать такие столбы манги, учитывайте размер вот этих вот ваших картинок, чтобы он не превышал, ну, хотя там 500 мегабайт, это как бы нормально ещё, 800 на самом деле, я считаю, многовато уже для одной картинки. В японском варианте они сделали хитрее, да, у них каждая картиночка, сейчас покажу, сколько видит свойства, 66 килобайт, каждый сегмент, он будет очень легко прогружаться, то есть это вообще беспроблемно. Конечно, всё вместе это будет, сколько проводится вместе, сейчас секундочку, мегабайт, ну, 2 мегабайта получается всё вместе, но если, допустим, будет плохой интернет, то одна только секция какая-то не прогрузится, и вы только эту конкретно одну секцию можете, допустим, обновить её, именно её обновить, и она как бы не займёт так много трафика интернета, чтобы обновить конкретно одну маленькую секцию. А если же будет огромная, то фиг, ну, не так хорошо, короче, будет, я уже объяснила, думаю, всё ясно объяснила. Поэтому, когда будете делать такой длиннющий столб, то старайтесь всё-таки его немножко разделять на маленькие кусочки. Когда будете тоже разделять, то учитывайте, что у нас бывают такие вот переходы, да, то есть, допустим, вот эта одна секция в японском варианте, и она обрывается вот тут вот, то есть, как бы начинается новая картинка, начинается новый кадр, и она вот прям тут вот обрывается. Когда мы будем делать вот это вот склеивание в этой самой странице, мы это тоже будем учитывать, и, допустим, здесь мы склеим, вот, допустим, вот досюдова, да, то есть, как бы вот здесь у нас будет обрез страницы, и вот то, что, допустим, первая страница, она будет идти отсюда, ну, она будет отсюда, на финанса, идёт, идёт, идёт вниз, это тоже продолжается так вот, вниз идёт, 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 и вот здесь, допустим, у нас будет обрез страницы, вот, это будет такой первый столбец. Потом дальше кликает и он видит вот это вот начало, которое соединено вот с этим вот местом и идет дальше. Допустим, вот досюда, домик и вот, допустим, здесь можно сделать обрез какой-то, да. То есть, смотрите, места, где вы можете обрезать хорошо. То есть, чтобы не было такого, что у вас там полглавы здесь, полглавы там. Это не очень хорошо. И давайте перейдем уже конкретно к тому, как мы это дело будем склеивать. Значит, нам нужны наши японские стонечки. Хватаем первую и включаем ее в фотошопе. Первым делом нужно слой фона сделать наш в обычный слой. Кликаем, разблокировать, либо там дважды на него кликнуть, ну, вообще по-разному. Далее два варианта есть, как нам удлинить ее. Первый вариант, кликаем изображение, размер холста и делаем там пиксели. И высота у нас сейчас 2000 пикселей, ну, ставим там 4000 пикселей. Ой, извиняюсь, я забыла убрать одну галочку. Вот эту штучку мы убираем. Чтобы она не делала профессионально. Потому что если мы 4000 пикселей поставим... Так, секундочку, я не туда нажала. Размер холста надо. Вот в чем дело. Я думала, что это не то, не должно будет так быть. Вот, размер холста нажимаем, да. Наша картинка сейчас находится по центру, да. Мы ее должны поставить... Она сама первая, она должна стоять сверху. Ставим вот тут вот сверху. Право-лево мы менять не будем, мы только будем высоту менять. В высоту теперь ставим 4000 пикселей. 4000 пикселей. Окей. Вот, теперь можно сюда вставить еще второй кадр. Можно сделать примерно то же самое. Допустим, я хочу не две картинки сюда вставить, а, допустим, еще несколько картинок. Плюс ко всему, как вы помните, у нас вторая картинка, она заканчивалась вот таким вот обрезом, да. То есть мне нужно немножко больше все-таки. Секундочку, сделаем фотошоп. Вот, второй вариант, как можно это делать, это, ну, подлиннее сделать, это при помощи инструмента рамка. То есть мы включаем инструмент рамка, у нас появляется такая рамочка, мы хватаем за нижнюю часть и просто на поставить ниже такой тянем и, ну, получается длинный такой столбец. Примерно такой будет у нас, допустим, первый столбец. Нажимаем Enter, чтобы изменения вступили в силу. И теперь нам нужно впихнуть второй наш, вторую наш секцию, второй наш кусок. Берем второй кусок, перетаскиваем сюда и вот у нас второй кусок. У фотошопа в более таких новых версиях, да и в предыдущих, ну, как бы, ну, короче, где-то с 2007, наверное, года, может, даже чуть раньше, у него есть такая штукенция, как привязка к умным, как они называются, интеллектуальным линиям, господи, ну, короче, они привязываются к направляющим. Вот к направляющим они привязываются. Все линии, они как бы направляющие. То есть, допустим, у нас вот здесь вот, мы этот слой фон, помните, превратили в обычный слой. То есть, не просто слой фон, а именно слой. У этого слоя у нас граница вот тут вот. То есть, вот эта граница, это наше направляющее. И теперь, когда мы наш второй слой будем вставлять, то он будет примагнитиваться к какой-нибудь направляющей. И вуаля, он идеально примагнитился, куда нам надо. То есть, вот. Нажимаем Enter, и у нас перехода вообще никакого не видно. Бывает так, что у вас, как вы не стараетесь, у вас примагнититься не получается. Это, возможно, дело в том... Упс, секундочку. Идет инструмент. Возможно, дело в том, что у вас просто-напросто вот эта привязка к этим направляющим, она у вас выключена. Ее включить можно вот здесь вот. Просмотр и вот привязка. И либо же, горячим кластью, shift, control и точка запятой. Вот это вот. Как вы точку запятой-то поставите? Ну ладно, в букву G, на английском. Либо же сюда, на четверку. Нет, это, честно говоря, даже не знаю, будет сработать ли такое. Ну-ка, shift, control и четверка. Получилось? Что-то похоже не получилось. Shift, control, четверка. Так, а если shift, control, G? Получилось? О, получилось. Shift, control и буква G по-русски. Это у нас получается привязку. Привязку если выключить, то... Ой, ешки, а что у меня это все серое стало? Что-то я не то включила, что ли? Ну ладно. Зеленый. А, я сделала зеленый свет. Ну ладно. Я, видимо, режим испортила. А, нет, не режим. Короче, какую-то циферку нажала. Все, я вернулась обратно. Короче, что-то я не то нажала. С буквой G. В общем, если у вас привязка, она сама отключена, то у вас получится таким вот способом. Вы будете ее тащить, 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 и конкретно куда попасть вам, у вас не получится. То есть он у вас как бы автоматически, он у вас не... Как сказать, не привяжется. То есть можно попасть, конечно, аккуратненько, но гораздо сложнее. То есть вам будет гораздо проще, если у вас будет стоять эта привязка, и она как бы автоматически, опа, и прикрепилась туда. Как будто бы магнитики, два магнитика подсоединятся друг к другу. И так же делаем с остальными кусками. Следующий кусок будет третий. Его тащим вот сюда. Чуть выше. Вот так вот. Да. Вот. И, допустим, хотим уже здесь вот сделать первый наш обрез. Да? И опять-таки возвращаемся к нашей рамке. Тащим рамку повыше. Вот досюда. Вот так вот. Здесь у нас будет обрезание первой страницы. Можно чуть повыше даже. Вот досюда. Enter. О! Это будет у нас первая страничка. Дальше сохраняем ее. Ну и, в принципе, дальше процесс вы уже знаете. Это насклеивание манги, конкретно вот данного случая, данной веб-манги. Но давайте вернемся конкретно к нашему вопросу, потому что здесь было поставлен так, когда человек не может скачать картинку, и ему приходится скринить. То есть мы сейчас разобрали пример, где мы скачали картинку, и она легко, у нее все размеры нормальные, обрезана идеально, и она легко раз-два всклеили прекрасно, да? А тут человеку приходится скринить картинку. Что это значит? То есть у нас, допустим, вот есть какая-то манга, и мы ее скриним. То есть вот мы нашли на этот верх самый, да, вот так вот примерно. Чик, вот это у нас верх самый. Мы кликаем клавишу Print Screen, фотографируем наш этот самый рабочий стол, кликаем, значит, где давайте по новой, кликаем здесь создать новый файл, вставляем Ctrl-V, и вот наш кусок вставлен, да. Здесь теперь его нужно рамочкой, то же самое инструментом рамочкой его сделать поменьше, вот таким вот способом, вот так вот обрезать его как надо. Но прежде чем это сделаем, хочу еще парочку этих замечаний так сделать. Во-первых, когда мы вот так вот фотографируем, то у нас фотографируется именно в том формате, который у нас тут есть. То есть сейчас, допустим, масштаб 100%. Если я нажму клавишу Ctrl и приближусь поближе, то есть у нас, видите, тут масштаб меняется, 160 масштаб, давайте 230 будет масштаб, 240, да, да. Вот это у нас масштаб 240. Его я Print Screen и вставляю тоже вот в этот же самый файлик, чтобы проверить, как у нас все прошло. Так, смотрим, на детали смотрим. Значит, у нас, когда было в 100% масштабе, у нас картинка вот так вот сохранилась. То есть мы видим вот такие вот пиксели, да. В принципе, ну, сойдет, кое-как, ну, сойдет, да. Когда мы сохранили в формате, ну, масштаб побольше сделали, то у нас, смотрите, как много деталей прибавилось здесь. Видите? То есть как бы до и после. То есть здесь гораздо больше деталей появилось. Плюс ко всему даже цвет, может, другой стал, да. То есть здесь был такой темно-синий, где-то стал более светло-синий. Почему? Потому что, ну, так и так сработает интернет, что он старается картинку минимизировать. Когда он минимизирует картинку, он еще и цвета тоже сливает друг с другом. Вот. Такие у нас там способы. Ну, так работают у нас картинки в интернете. Компинирование, компинирование, я забыла, как это слово называется. Но при этом, когда мы пытаемся, ну, когда мы делаем масштаб побольше, то мы фотографируем гораздо меньшую часть. У нас на экран вместилась всего лишь первая надпись, да. У нас было, самое, масштаб стопроцентный. Вот. У нас захватилось, как бы, в один, за одну фотографию мы захватили, вон, аж сколько, какой огромный кусок. Получается, что нам мучиться с этим склеиванием, с разрезанием, вырезанием отдельных кадров, да, вот этих склеиваний, этих кадров, нам гораздо меньше нужно будет мучиться, да. А если мы сделаем еще меньше масштаб, допустим, вот, тридцатка масштаб. Сейчас, секундочку, он прогрузится. То у нас почти что вся страница манги и поместилась на весь экран, да. То есть, вот, отлично, прям, идеально. Но при этом теряется куча-куча всего. Снова становится она не детальная. То есть, если мы в таком формате сохраним, спринт-скринт сделаем, контрол и вставляем, то у нас детали вообще потеряются в небытие в полнейшем. И это будет не очень, ну, очень и очень некрасиво. Вот, так что вот это тоже учитывайте, пожалуйста, размеры, что вы фотографируете. И вообще, я скажу сразу то, что, ну, я, как бы, немножко степень, ну, компьютер тоже разбираюсь, да. Если картинка есть, появляется, загружается на сайте, то вероятность, что вы ее сможете скачать 99%. То есть, у нас, допустим, я сейчас пользуюсь браузером Mozilla Firefox. В принципе, в Google Chrome тоже такая штукенция есть. Нажимаете клавишу F12. Сейчас, секундочку, 100%. Ой, я как-то многовато делаю, да? Вот, 100%. Нажимаете клавишу F12. У нас появляется наш, это самое, код страницы наш. И в этом кодике страницы можно найти нашу картиночку. Чтобы это было проще, у нас есть вот такая помощник наш, и мы выделяем нашу картиночку. И вот здесь, вуаля, AMG, то есть, image, сокращение, да? И вот эта самая страничка, ну, как бы, ссылка на нашу картиночку. То есть, мы ее просто-напросто кликаем, копировать адрес ссылки, допустим, либо же копировать URL данных изображения, там по-разному можно. И в новой вкладке просто-напросто дело в Ctrl-R вставляем вот таким вот образом. Ну, в принципе, эта ReadManga, она, как бы, не особо заморачивается с спрятанием своих картинок. А вот японские читалки, они, это самое, они пытаются как-то изощряться по-разному, спрятать эту самую картиночку. Как конкретно это дело скачивать с этих, с японских читалок, я уже записывала как-то видео давно-давно. Я вам оставлю ссылочку на это видео. Единственное, что я ее, по-моему, не записывала, не загружала на YouTube. Я ее загрузила в ВКонтакте, потому что там, как бы, меньше распространения идет. Просто я считаю, что если мы, чем больше распространится этот вот способ, да, скачивания с читалок японских, тем больше японцы будут задумываться и будут больше пытаться найти способ, как эту картинку спрятать. Допустим, я один раз видела способ, какая-то, ой, господи, какая-то была читалка, где они так зашифровали картинки, что когда вы их скачиваете, там вы скачиваете вроде как картинка одна, да, но она кубиками, то есть она кубиками состоит. Причем кубик один здесь, кубик один здесь, и в каком парадке они должны быть, эти кубики, непонятно. То есть она как бы зашифрована, картинка сама, то есть как бы, ну, и у них там, видимо, есть такой алгоритм, который каждую картинку, когда надо, она как бы вставляет в правильные места, чтобы получилась картинка полноценная, нормальная. А так вам приходится потом как мозаику ее собирать. В общем, не зашлялись, как могли эти самые, ну, это, читалки, ну, те, кто читалку это сделали, но довольно-таки хороший, это как раз такой способ защитить свои картинки, они придумали. Но это будет, наверное, в отдельном ролике расскажу и покажу даже приметы тот же, что я имею в виду. Ну, сейчас как бы тема немножко не про это. Так, что-то я дальше говорила там. Что-то еще хотела сказать. А, да, как скачивать уже картинки с телефона, то есть, допустим, у нас есть сайт comica.jp, там можно читать мангу, только, ну, там, часть можно почитать на компьютере, а остальное только на телефончике. Как с телефончика скачивать, я тоже ссылочку оставлю в описании. Это самое, можете воспользоваться. Но, если все-таки, опять-таки, никак, да, вы все-таки скринтоном решили это делать, то смотрим, как это делать дальше. Так, значит, это мы удаляем, это мы тоже удаляем. Допустим, вы вот так вот делали скан, 100% масштаб, вот так вот вставили. Теперь мы кликаем рамочку, мы должны эту рамочку по нашему краю поставить. Секундочку. Вставим край, вот так вот. Photoshop тоже это самое, пытается помочь нам, найти край, но тоже бывает не так хорошо получается. Вот идеальный край, да. Это с одной стороны мы сделали, теперь нам нужно другой угол найти и с другого угла то же самое. Обрезать этот наш кадр первый. Зависло, что ли? Да, у меня зависло. Сейчас, секундочку, у меня отписывайтесь это дело. Давай, отписай. Так, все, отвисло, поехали дальше. Так, значит, хватаем второй уголочек и тоже едем до нашего краешка, вот до сюда примерно, да, вот так вот. Enter. Сохраняем наш результат как картиночку номер 01. Давайте на рабочий стол куда-нибудь закрутим. Так, сохраняем результат как 01. Это наш первый кадр, то есть манка такая-то, кадр номер такой-то. Дальше у нас мы, значит, сфотографировали вот чуть ниже вот этого облачка, да, ищем вот это место наше, едем ниже, 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 и это самое, вот, давайте с этим облачком фотографируем, чтобы потом нам как бы можно было друг на друга налеплять эти штукенцы. Если мы, допустим, отсюда где-то сфоткаем, да, то может случиться так, что мы часть от этого облака отсюда вырежется и мы конкретно не знаем. То есть нам нужилось, чтобы были какие-то точки опоры, точки, где мы можем зацепиться за что-то. То есть вот здесь вот мы берем и print screen отсюда берем. Файл создать новый. Ctrl-V вставляем этот кадр. Опять-таки тоже его кадрируем этот сюда. Секундочку. Главное, чтобы он снова не боится у меня. Это вот так идет. Это у нас обрезается вот таким вот способом. Вот таким способом. Так, стараемся попасть с пиксель в пиксель. Вот так примерно, да? Enter. Enter. Ctrl-S сохраняем как 0,2. Ой, я папку 0,2 открыла. Мне рабочий стол нужен, а здесь 0,2 как картинка. Даем она. Ну ладно, пускай здесь будет сохранено. 0,2 сюда сохраняем. Окей. Это мы закрываем и сюда нужно теперь ставить нашу картинку внизу, которая. Мы здесь делаем то же самое, что и до этого. Расширяем нашу самую картинку пониже ставим. Enter. Слой фона тут не нужен. Он пустой, беленький. И где у нас куда это сохранило? Папка 0,2 должна быть. Вот она у меня. Папка 0,2. Photoshop папка 0,2 и вот этот кусочек мы его как фотошопный сохранили. Можно было в принципе как PNG сохранить или какую-то картиночку тоже. Но можно как фотошопный файл тоже сохранять. Вот она. У нас по размеру чуть поменьше получился. К сожалению. Почему хотя бы поменьше стал? Странно. Вроде масштаб не меняло. В общем, да, бывают такие проблемы еще, что у нас масштаб не менялся, а все равно картинка чуть права, чуть лево получалась, получается вот такая вот фигня какая-то непонятная. Тут что у нас? Нам нужно его поставить вот это облачко идеально на вот это облачко. То есть мы здесь во-первых вставим этот объект и его сделаем немножко непрозрачным. То есть вот таким примерно. И теперь пытаемся его поймать. А, я не тем инструментом не работаю. Мне нужно инструмент перетаскивания взять. И его теперь пытаемся поставить именно в тот положение, где он будет идеально смотреться с тем кусочком. конечно облачко размытая и плоховато там получается. Ну-ка получилось у нас? Так, нужно немножко в бок съехать. Вот так. Немножко выше. Вот так. И сюда наверное, да? Чуть ниже. Нет, чуть выше. Чуть выше получается. Чуть ниже. Эть. Опять-таки видите, мне приход он скачет слишком много. Это все потому, что у него есть привязка к направляющим. Это дело мы убираем для того, чтобы мы более четко сделали этот переходик. Вот так. О, идеально. Идеально вошло. Так. Вот он идеально вошел, но почему-то у меня левую часть как-то сильно срезал. Я что, реально так сильно срезала ее, что ли? Я неаккуратно делала этот самый. Ну-ка, Ctrl-V. Ну-ка, и вставим наш 0,2 сюда. И что, реально так много срезало? Да, похоже, что когда я этот самый обрезала, то я слишком много отсюда отрезала. Ну, извиняюсь, такое тоже происходит. Так что, за этим должно следить. вот, ну, в общем, вот, мы вставили этот кадр, как там, идеально подходит сюда, его мы возвращаем прозрачность до 100%, и, секундочку, вуа, и вуаля, у нас кадр впихнулся как надо, да? Ну, конечно, да, вы не делаете такую ошибку, как я, допустим, сделала, то там было аккуратненько смотреть, видимо, опять-таки, мышка дернулась, и я слишком много обрезала рамочкой сюда. Вот, то же самое делаем с остальными кусками, то есть, опять-таки, ищем нашу картинку, едем вниз, ищем какое-то место, которое мы сможем, ну, как бы, чтобы наложить нормально, с этим прозрачностью, и продолжаем в том же духе до самого конца, но, как видите, это довольно-таки муторный, жесткий процесс, который занимает очень много времени, поэтому, лучше, все-таки, постарайтесь найти способ скачать картинку, потому что там будет вас и в нормальном качестве, ну, сразу в хорошем качестве сохранено, и вам будет гораздо проще ее склеивать друг с другом. Второй вариант склеивания картинки, это когда у нас есть стандартная классическая манга, и она у нас в таком вот виде. Это, ну, как бы, картинка на развороте. Сейчас, секундочку, у меня тут есть какая-то манга, библиотеки дела. Ну, о, как раз тут есть тоже разворот, значит, по-любому, в каком-то, обычном таком книжечке, книжечке, по-любому, хотя бы один разворотик да и будет. Давайте побольше лицо сделаем, чтобы вам было видно получше. Вот, разворот страницы. То есть, у нас картинка с одной стороны, картинка с другой стороны, и между ними у нас соединение склеивания, скрепление, да, наше идет, скрепление. Я это называю склеивание, потому что оно обычно клеем заклеивает. Еще есть, конечно, вариант, ну, шить, либо этими скобами закреплять, но чаще всего мы видим тут клей, и поэтому я называю это процесс склеивания, но это не склеивание, это на скрепление, это будем знать уже от меня. Так вот, значит, здесь у нас идет это посередине скрепление, и вот это вот разворотик, впадина в этом разворотике, она у нас виднеется, да. То есть, если мы сосканируем вот нашу картинку вот таким вот образом, положим на скан, то у нас, здесь у нас в моменте стыка у нас идет такая впадина. Эта впадина, помимо того, что она такая темненькая, она еще и искажает нашу картинку, немножко как бы она внутрь туда уходит. Ну, не очень хороший вариант получается. Обычно, когда мангу сканируют, они как бы все странички вырывают, каждую отдельную страничку вырывают, и страничку по отдельности так сканируют. Но при вырывании бывает такое, что у нас несколько там миллиметриков, совсем чуть-чуть, бывают потеряны. То есть, как бы они разрезают, пытаются аккуратненько, конечно, разрезать, но все равно бывает такое, что часть информации, часть такая маленькая полосочка могла быть утеряна, остаться, так сказать, на корешке вот этом склеенном. Вот. И потом, когда мы это дело сканируем, бывает такое еще, что один скан у нас положен был вот в таком варианте, другой склан немножко, вот съехал немножко, то есть, как бы угол наклона страницы тоже был сканирован немножко неверно, ну там, не то, что неверно, а не идеально, перпетикулярно, нужным нам пропорциям. Так, давайте обратно делаем. И вот это все, вот эти вот нюансы, блин, мне мышка, нахватает все время не то. И вот эти все, все маленькие нюансы, которые там в присканировании происходят, мы должны будем исправлять. Здесь, допустим, у нас был вариант довольно-таки хорошенький, да, то есть, как бы маленький, всего лишь разрезик такой. Ну, в принципе, в остале тут не очень много было. У нас уже есть готовый, ну, чистый вариант, это у нас вот так вот получилось. Здесь у нас, вот в этом месте, у нас пришлось побольше поработать штампингом, потому что надо было еще сравнять цвет, да, допустим, здесь у нас темный цвет, здесь у нас светлый цвет. То есть, если мы просто какой-то, два состыкуем вместе, то будет очень резкий переход от темного в светлое. Именно поэтому здесь побольше сделали вот этим штампиком, чтобы был более-менее плавный такой переход. Вот. Дальше у волос эта самая кисточка рисовали, как обычно. Здесь штампиком текстурку восстановили, ну, там дальше снова кисточка немножко подрисовали. Ну, в общем, те, кто клином занимается, в принципе, я думаю, понимают, что тут надо сделать, да. Немножко выше еще поставили этот вот скан, как видите, вот этот второй скан, немножко поставили чуть выше. Вставлять этот скан, ну, как бы, одну картинку в другую, это, в принципе, то же самое, что и было до этого показывало. То есть мы, как бы, сначала включаем одну страницу, она у нас будет вот досюда такого размера, да. Потом включаем рамку, рамку мы, вот, допустим, была вот такого размера, да, включили мы ее. Мы ее потом увеличиваем, опс, секундочку, у меня мышка все время хватает, не то, что мне надо. Мы ее, да, господи, мышка, работает нормально. Мы ее потом увеличиваем вот до такого размера, добавляем вторую картинку, потом это, ну, ищем наш край и вот так вот сохраняем. Либо же, кликаем, секундочку, допустим, у нас было вот так вот, вот так, да, кликаем изображение, размер холста, наша картинка находится у нас с левой стороны, то есть мы будем увеличивать вправо. То есть мы здесь, здесь вот ее фиксируем, верхний, в принципе, не важно, мы только вправо все увеличиваем. И здесь, опять-таки, дюймы в пикселях, будет 900, нам нужно, чтобы было, допустим, ну, две тысячи для начала поставим, да, и вот сюда вставляем уже вторую картинку. Но это мы сейчас делать не будем, потому что оно, как бы, уже у нас есть готовенькое все. Принес назад. Вот, это у нас готовый вариант. Это у нас, как бы, склейка разворотов. Ну, а, есть еще у меня тут один, например, разворот, у нас очень много отсутствует деталей, да, допустим, у нас есть вот булава, допустим, она у нас идет, 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 вот до сюда доходит, а потом, следующее, где она начинается, она уже вот тут внизу начинается, да, вот тут вот получается. Далее, вот этот вот разворот, вот этот вот, как он называется, булава, вот этот шип у булавы, у него блики, один блик у нас идет сюда, потом, опа, она уже здесь получается, или здесь, допустим, здесь, и вот этот раз, небольшой такой съезд получается, да, То есть если здесь у нас был съезд вот такой большой, то есть отсюда до сюда было вниз смещено, здесь у нас гораздо меньше, здесь ещё меньше, а дальше тоже по вот этим ленточкам видно, что ещё меньше съезд. То есть если мы просто возьмём картинку, вот эту правую часть и поднимем наверх, то у нас всё равно будет несостыковка. Всё равно какая-то будет несостыковка. Здесь проблема в том, что вот эта картинка правая, она должна уехать немножко ещё в правую сторону, ещё немножко дальше поехать туда. И у нас есть уже готовый вариант вот этой картинки, вот такой вот, вот, до и после, что было, что стало. Тут мы добавили ещё и этот самый шарик дорисовали, саму блаву дорисовали, каждую ленточку дорисовали, короче, работа была больше по рисовке здесь, ну, как конкретно в данном случае. И ещё та же самая манго. Вот такой разворот, опять-таки, очень большое это самое пространство между двумя картинками. Если мы просто их друг с другом склеим, то будет очень как-то некрасиво, да, вот это пятно, оно как бы тут ещё большое доходит, но опа, оно уже так вот обрезается, маленькое пятнышко остаётся. Здесь это, окончание вот этого пятнышка тоже оно здесь не присутствует. Здесь также это самое оно, ну, видно, что вот что-то там много всего отсутствует. По вот этим вот штрихам тоже можно заметить, что оно, если мы их соединим вместе, то как-то будет, ну, какая-то огромная несостыковка. Поэтому изделия расстояния побольше и просто на просто это самое расстояние пытались его соединить, ну, зарисовать как могли, да, то есть, вот этот кусок, конечно, видно, что тут зарисовывали штаббера всякая, ну, кое-как, да, но сдалека выглядит довольно-таки красиво. То есть, было-стало, было-стало. Вот, такими делами тоже мы занимаемся, ну, вот это клинеры, они этим занимаются. Когда будет примерчик у меня какой-то хорошенький, подходящий, то я ещё на примере там, ну, буду показывать на живом примере, как это будет делать. На этом пока что всё, всем спасибо за внимание. А, кстати говоря, вот к этой манге мы её так и не перевели до конца, мы перевели буквально пару страничек её, у нас не хватает переводчика с японского, так что кто знаком с данной мангой, знает японский язык и хочет её перевести, то, пожалуйста, пишите нам, мы вместе это сделаем. Как видите, у нас первая глава, она, как бы, довольно-таки большой труд уже этот был, ну, проделан, но, к сожалению, из-за нехватки японистов мы её забросили, причём довольно уже давно забросили. Так что, если у вас есть желание, то пишите нам, нам нужны японисты. А на этом пока что всё, всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!